Это программа «Омск. Здесь». Мы продолжаем говорить о главных событиях прошедшей недели. Несколько десятков омских предпринимателей вынуждены закрыть свой бизнес из-за изменения регламента. Это в основном торговцы, купившие квартиры на первых этажах жилых домов. Теперь, чтобы перевести помещение в статус нежилого и сделать реконструкцию, нужно несколько сотен тысяч рублей. Для мелкого бизнеса сумма неподъемная. Многих это остановило, другие на свой страх и риск нарушают закон. Дмитрий Куканус разбирался в проблеме. Магазин автозапчастей приносит Дмитрию небольшой, но стабильный доход. После нескольких лет работы предприниматель решил увеличить торговые площади. Уже присмотрел квартиру на первом этаже в другом районе, но покупать передумал. Сейчас купить помещение на первом этаже, пустующее, и перевести его с жилого в нежилое, конечно, это большая проблема. Пожалуй, это, наверное, слишком дорого. Учитывая, что сейчас есть достаточно много свободной арендной площади, то, в общем-то, заниматься этим, конечно, мне просто невыгодно. Обычная квартира не подходит для магазина, офиса или салона красоты. Нужно сносить стены, перекладывать проводку, оформлять все изменения. И самое сложное – переводить помещение в нежилой фонд. Одно из требований – это заделать прежний выход в подъезд и организовать новый на улицу. Для этого обычно оконный проем переделывают по дверь, вот как, например, здесь. Но убрав препятствия в виде части стены, предприниматели сталкиваются с другими препонами – бюрократическими. В Росреестре все чаще отказывают в регистрации таких объектов, называя это уже не перепланировкой, а реконструкцией. Оформить ее – процедура более длительная, да и затратная, стоит от 200 тысяч рублей. Во всех случаях, где у нас переводы были связаны с обустройством отдельных входов, жилищная инспекция нам говорила о том, что это все подпадает под понятие реконструкции. И должно регулироваться не нормами жилищного законодательства, а нормами градостроительного кодекса. Но, например, в монолитных домах внутренних несущих стен нет. Их перенос нельзя приравнивать к реконструкции. Однако правила эти существенные нюансы не учитывают. У нас есть заключение экспертиз, у нас есть заключение горпроекта, предположим, проектных организаций, которые строили дома, где говорится четко, что это несущие стены. Но все равно Росреестр считает, что это несущие стены. Они просто ссылаются на эту позицию госжилой инспекции. Жесткие требования ограничивают предприниматели. Некоторые работают нелегально, другие сворачивают дело. За перевод помещений в нежилые платят все меньше владельцев магазинов и парикмахерских. Поэтому бюджет, скорее всего, потеряет больше, чем пытаются получить чиновники. Дмитрий Куканус, Дмитрий Головко и Константин Демиденко. Омск здесь.